Когда пару лет назад я впервые увидел трейлер игры Scorn, то решил, что это будет шутер от первого лица, что-то немного напоминающее старые части Doom, ну такой неспешный, местами пугающий шутан, но только в стиле фантастического реализма. И очевидно, по тому трейлеру так подумал о Scorn не только я один, так как ближе к выходу игры разработчики из App Software в своем интервью попросили не называть Scorn шутером. С их слов, это скорее хоррор с вдумчивым геймплеем, в котором все же есть огнестрельное оружие. И также разработчики добавили, что эмоции, которые игрок будет испытывать, играя в Scorn, не будут соответствовать тем эмоциям, которые испытываешь, играя в шутеры. Что ж, со вторым высказыванием точно не поспоришь, играется Scorn совсем не как шутер, но и хоррором чистой воды я бы Scorn тоже не назвал. Всех приветствую, меня зовут Сергей, и вы попали на обзор игры в Scorn. Ну что, готовы окунуться в неизведанный мрачный мир? Тогда ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если зашли к нам впервые, и поехали! Думаю, вы уже заметили по визуальному ряду, что Scorn сильно напоминает серию фильмов «Чужой» и фильм «Прометей» с примесью чего-то лавкрафтовского. И в принципе, Любомир Пеклар – это автор идеи игры Scorn, и не скрывает, что вдохновлялся гигером, беклинским, лавкрафтом и авторами со схожим стилем. Чтобы вы понимали, Scorn – это проект его мечты, и игра создана небольшой группой разработчиков из Сербии. А вообще, работа над Scorn началась еще в 2014 году, поэтому перед нами проект «Долгострой», который все-таки увидел свет. Однако, столь долгая работа над игрой не сказалась на ее продолжительности. Scorn проходится буквально за 1-2 присеста. У меня ушло на полное прохождение игры 5 часов 20 минут. И это прохождение на 100%. Больше в игре для меня ничего нового нет. У кого-то уходит больше, по причинам, которые я назову позже. И причины эти далеко не положительные. Всего игра состоит из 5 актов и 7 крупных локаций. Давайте по всему этому пройдемся. Начинается Scorn безо всякого пролога или введения. Нам показывают небольшую кат-сцену с точки зрения двух разных существ, когда те просыпаются. И управлением одним из них, гуманоидного вида, мы берем на себя. Собственно, это и есть вся завязка игры. Вообще, давайте сразу кое-что проясним. В Scorn нет сюжета. И нет от слова «вообще». В игре, в принципе, нет ни единого диалога или даже текста. Кроме текста в меню, конечно. Вся, если можно так сказать, история, хотя это не совсем история, подается через визуальный ряд. То есть, мы можем сами додумать события, которые предшествовали тому, что мы видим в игре. Но никто вам не подскажет, верны ли ваши домыслы. Такой подход кому-то может не понравиться. Поэтому тем, кто ждет от Scorn истории, игру вряд ли можно посоветовать. Тогда, что же вообще происходит в Scorn и о чем эта игра? Ответ на вопрос «о чем» или «о ком» каждый открывает для себя сам по мере прохождения игры. Я, например, увидел в этом всем инопланетную цивилизацию, потерпевшую биокатастрофу, имеющую своеобразные стадии репродукции. И если воображаемая история у каждого будет своя, то геймплей у всех будет общий. Ведь игра линейна, и первая четверть игры мы будем исключительно решать головоломки и бродить по локациям. Первый акт. Мы просыпаемся и начинаем осматриваться. Замечаем разные механизмы. Пробуем их задействовать и продумать, что же от нас требуется. В первом акте у нас не будет ни оружия, ни каких-либо других инструментов, кроме браслета-ключа, который мы получим в самом начале. В первом акте от нас требуется решить небольшую головоломку, состоящую из нескольких этапов. Так мы откроем доступ во вторую локацию. Далее мы уже найдем первый инструмент. По-другому его не назвать. Он будет служить нам и ключом, и на первое время единственным оружием. Тут мы тоже выполняем серию из несложных задачек и попадаем в третью локацию. Из нее таким же образом четвертую и так далее. Думаю, логику уловили. Однако есть нюанс. Четыре первые локации настолько однообразные, что в них проще простого запутаться. То есть ты уже понимаешь, что от тебя требуется. Примерно представляешь, как это сделать. Но из-за того, что дизайн этих локаций однообразен, можно добрых минут пять, а то и десять, блуждать в поисках нужного рычага или прохода. И, пожалуй, это самый главный минус большей части игры. За исключением последней локации. К ней это не относится. Там и визуально, и по дизайну уровней, вопросов нет и быть не может. Вообще, это самое интересное сорок минут прохождения скорон. Чуть далее, ближе к концу первой трети, мы получим нечто. Не знаю, как это назвать, и это нечто будет служить нам и аптечкой, и хабом для пуль. То есть на локации есть точки, в которых можно пополнить запас хилок в это нечто. И также имеются схожие места с патронами. Вообще, в игре всего четыре вида оружия. Одно из них – это наш инструмент, о котором говорилось ранее. А еще одно мы получим почти в самом конце игры. То есть большую часть игры у нас будет два-три оружия. Однако оружие мы будем использовать нечасто. Экшенов скорон немного. В четвертом и третьем акте немного подстреливаем врагов, которых в игре всего три вида. Отростки поменьше, я их называл цыплятами. Отростки среднего размера, они же ползучие гады. И отростки большие, я их называл качки. В самом конце игры будет что-то наподобие мини-босса. Ну или финальный босс, если угодно. Вообще, враги и шутерная составляющая тут не основное. Большую часть времени мы будем проводить, блуждая по коридорам в поисках нужных кнопок с рычагами и решая головоломки. Иногда нужно будет прокачать ключ, чтобы открыть нужную дверь. В третьем и четвертом акте весь глобальный, скажем так, пазл, будет шире, чем предыдущих двух. Плюс пара задачек тут заставили даже посидеть и подумать. А в финальном акте нужно выполнить определенные действия, чтобы открыть финальную дверь и увидеть условные титры. Да, титров тут тоже нет, а вместо концовки небольшая катсцена, дающая нам понять, что же случилось с нашим героем. Главная интрига игры заключается в том, справится ли наш герой с паразитом, который набросился на него в начале третьего акта и на протяжении всей игры буквально прорастал сквозь нашего протагониста. Так ради чего же играть в Скорн? Ведь выходит, что за пять часов нам предлагается решить череду головоломок, поблуждать по локациям и немного пострелять. Все просто. Если вам нравится визуальный стиль, нравится брутальный фантастический реализм, то, возможно, пропускать Скорн и не стоит. В противном случае от игры могут остаться негативные или смешанные впечатления. Таким образом, я бы сказал, что эта игра для любителей фильмов Чужой, Прометей и соответствующей атмосферы и стиля. Что касается головоломок, то игра едва ли порадует любителей головоломок, если играть чисто ради них. Напугать игра тоже не напугает. Выглядит фантастично, но не страшно. Поэтому, как хоррор, тоже мимо. Что касается производительности, я проходил игру на Xbox Series S, и проблем с этим не возникало. Но визуальный ряд у вас на экране, можете судить сами. Мои впечатления. Знаете, даже когда стало ясно, еще до релиза, что собой примерно будет представлять Скорн, что это будет неспешная бродилка фантастической вселенной, я решил как минимум игру не пропускать. И несмотря на не самые лучшие первые две трети, а в них я тоже блуждал в поисках нужного рычага или лифта, и блуждал порой очень долго, мне все же в некоторые моменты, после первой половины игры, было искренне любопытно узнать, что же будет дальше. А последняя четверть игры немного сгладила негативные моменты. Плюс, сказалось, моя жажда чего-то нового и необычного, и она отчасти была утолена. Что касается визуального стиля, я не фанат подобных вещей, но, как оказалось, к такому стилю довольно быстро привыкаешь, и он кажется вполне нормальным, даже чем-то приятным. Даже если до этого точно знал, что это не твое, как в моем случае. Скажу прямо, ничего мерзкого в игре нет, как и скримеров или чего-то подобного. Но отвечая на вопрос, насколько Скорн атмосферен в своем стиле, я бы сказал, выше среднего. То есть не было такого, чтобы рассматривал какие-то элементы локации или окружения по полчаса. Опять же, за исключением последнего акта игры. Там дизайнеры выложились по максимуму, и стиль мне нравился. Что же касается игры без истории, в том плане, что здесь нет повествования и нет даже намека на какой-то сюжет, кроме того, что игрок может додумать сам в процессе прохождения. Как по мне, такой подход работает, когда цель дать игроку почувствовать себя обреченным или одиноким в чуждой реальности. И здесь это работает лишь отчасти. Но в то же время, тот момент, что игрок в голове складывает пазл только по визуалу, а он здесь в целом складывается, пусть и не в полную картину, вполне работает в плюс игре Скорн. Моя итоговая оценка. Учитывая, что это не ААА, а игра попроще, ставлю 6 баллов из 10. В целом, я не жалею потраченных 5 с половиной часов на эту игру, но не стану ее советовать всем и каждому, и едва ли захочу потом перепройти. Претензии были сказаны до этого, как и положительные стороны игры Скорн. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Я не питаю иллюзии относительно просмотров, но буду признателен за поддержку лайком и подпиской на канал. Это помогает привлечь новых зрителей. Да и просто всегда приятно видеть ваш фидбэк. Пишите ваше мнение о Скорн в комментах, заглядывайте в мой телеграм-канал, а также на стримы на Твиче. Стримлю по вторникам, четвергам и субботам. До скорого!